Элизиум Гейминг Акс Дазл неприятность полнейшая Я думаю наверное для ВР, которая будет фармить в легкой линии Есть у меня подозрение, что ВР отправят у нас фармить легкую В соло, а трипла отправится на топ Потому что Акс и Дазл будут Действительно каким-то Неподъемным вообще грузом для Элизиум Гейминг Хотя в принципе Туск как-никак Все-таки Акса контрит Через элементарные Стопы через Сноубол, в который можно Нырнуть и который может Засейвить на несколько секунд Всех игроков команды Туск вообще парень Полезный, но в первой игре как-то ПГГ, нет не в первой Во второй игре, я так понимаю ПГГ Да и реализовал Посмотрим, не буду собственно Ничего выдумывать Посмотрим как сейчас будет ПГГ на Туске у нас отыгрывать Хэнскин забирает себе Огрмага Лимб берет Лина Возвращается у нас Лимб и возвращается у нас Йонасом Фан Вот кого мы ждали Отвалились у нас в процессе первого И потом уже и второго матча По одному игроку Сначала отпал Йонасом Фан Вместо него играл Данск Теперь после этого Отвалился Лимб Вместо него играл Какой-то там еще Стэндин За команду НИП Теперь вроде как все готовы Ну кто вылетает Опять кто-то у нас отъехал Лимб здесь Йонасом Фан здесь Я так понимаю поочередно Просто рассыпаются игроки Силкид здесь Эры нет теперь Ладно давайте по героям команды Элизиум посмотрим Клифф будет играть на Виндрэнджер ПГГ На Туске Рибо играет на Венжифул Спирит Лолик забирает себе Темплар Ассасин И Вайпер для травки Ну и где Эра Никакой информации нет Как я понимаю Если только информация Про ванную не Официальная у нас От Лимба Что-то мне подсказывает Что то что произошло Два раза Произойдет у нас и третий раз И кто-то будет В роли Стэндина За НИПов играть И переигровка будет Третьего матча Точно так же Как было с первым Как было со вторым матчем Просто новки лайнов Эра у нас Сейчас вернется Но Эра я думаю По классике Пойдет фармить Легкую линию Йонус Умфан Наличие Только вот То тогда будут проблемы Где кстати силкет Силкету надо отправляться В Один лайн Вместе с Аксом Пока черти какая Расстановка героев У команды НИП Черти что гейминг Устраивают они Они Не Элизиум В первом матче Примерно так и было Ну все Ну все Просто пока что Не встретились Травка кстати Со всеми своими друзьями ПГГ здесь Рибо здесь Ну уже прокликали Или они сами себя Там пропинговали Только мне понятно Было силкет Наверное же Не пойдет туда Это было бы глупо Взять и слиться Решили забирать Как я понимаю Эру Ну можно Через сноубол Через выход в спину Можно было бы попробовать Что в итоге Травка вместе со своими друзьями Теряет кучу времени У нас уже Вторая пачка крипов Скоро будет на подходе Йонсом фан фармит Силкет пока что Занимается Как я понимаю Дабл стаками Квапа стоит против Темплар Ассасин И у лолика будут проблемы Через шадоу страйк Достаточно быстро Рефракшн у нас Падает с лолика Да и дэмэдж проходит Что неприятно вообще Все Половины хп уже нет У темплар Ассасин Отправляется в мэлт У нас лолик Пси блейдсов нет Значит ничем толком Харасить у нас квапу Через рефракшн Тут сильно не побыкуешь Эра готов Еще один шадоу страйк Запустить в лолика Пока что не юзает И лолик в инвиз уходит И выйдет у нас шадоу страйк Но дождался эра Своего часа Без маны уже лолик Есть в принципе Чем пополняться Тут банка имеется Но Проседает по хп Лолик невероятным образом Эра без банки Эрит только-только Отправляется банка В курьере Травка уже настреливает У нас по Йонусу фану Сноубол Влетает у нас Вакса Рибо здесь Стан моментально Вакса Подхилили Подсейвили Ну не знаю кстати Кто тут в более опасной ситуации Йонусу фан Под Вейвум от Дазла Тут всех может Вообще развалить Агрит на себя травку Наверное неправильно Силкит в итоге Ловит стан Ну и Йонусу фан Пошел дальше драться Против Рибо Рибо скорее всего Приехал Да умирает у нас Венжи фулл спирит И это феосблат Не для кого конкретного Это феосблат Вообще в целом Для команды Найпи Там крипы Добили у нас Венжи фулл спирит В любом случае На линии свое Найпи отковыряли Ну и это Дабла из Дазла И Акса Как по мне Не контрится Сколько я не видел Триплу Или Даблу Стоящую против Даблы Акс Дазл Вечно Невероятные проблемы По фарму Полнейший провал У оппонентов Такой Даблы По экспириенсу Та же история Ну и по фрагам Я уже молчу Вообще об этом Силки Пока что В Грейв И в Вейв Ходит Клифа поймали здесь И скорее всего Клифа заберут Винран Включает у нас Клиф Ну а зачем Собственно Винран Здесь Если и так Лимп Тем же Драгонслейвом Развалил бы у нас Винрэнджер 323 по золоту Заработали только На одной ВРке У Темплар Ассасин 9 на 6 У Эры 13 на 6 Перефармливает Своего оппонента На мидлейне Эра Ну и 17 на 3 У Лимпа На Лине Это Ли Настоящая Соло Сложная Правда Еще и кстати Есть Хендскин Который немного Ей допомогает Но фармит В принципе Только Лимп Здесь Выход в спину Лолику Вард от команды НП стоит Если сейчас Поймает стан То отвалится Должен по крайней мере Скримов Пейн 2 левела Все Лолик скорее всего Отъезжает В мэлт уходит Но это все бесполезно Шадоу Страйк На нем уже висел Ну и с даггером В спине Отправляется у нас В таверну Темпларка Это первая смерть Для мидера команды Элизиум У Эры У Эры У Эры фрага Кстати так и не получилось Хендскин в итоге Забрал фраг Через Игнайт Догорела у нас Темпларка Йонас Умфан Если бы загорел Сейчас на себя Тузка Тузк бы пополам рассыпался Ну не было маны у нас У Йонас Умфана Начинает настреливать По нему травка Еще и стан Поймал себе Йонас Умфан Ну тут надо по мане Небольшой буст какой-то Аксу Так в принципе Всего достаточно Кстати что там По хп Транквилы уже у Акса Имеются Ну плюс здесь Шадоу Вейв Он в общем-то По хп страдать не будет А вот по мане Проблемы серьезные На элементарный агр Маны Ну редко Когда хватает Эндренджер 9 на 1 В спину выходит Хендскин Стан пошел у нас По ВРке Под ноги Страйкерой Ну и Драгонслейв На дорожку Клифф я думаю Рассыпался Еще один удар От лимпа Нет Не попадает Лимп А вот теперь попадает 39 хп Еще один удар По виндренджер Виндренджер Отправляется в таверну Второй раз 4-0 Найпи Найпи Намного увереннее Смотрится на ранних минутах Ну и по золоту 3000 на пятой минуте Три с половиной даже На пятой минуте Это треш И угар Полнейший для Команды Элизиум По экспириенсу Тоже трешка Для Найпи Что там по нотворцу Вообще Ну три топ места За командой Найпи Акс Который на третьем месте В составе команды Найпи Опережает на 200 По голде Мид лейн Темплар Асасин На первом месте Лимб 3000 ужей Две с половиной Для эры в миде На квапе Лолика до сих пор Нет ПТ У квапы здесь У квапы здесь В принципе на ПТ Деньги уже имеются Есть боттл Кстати Да у лолика был боттл Проигрывает 600 Где-то 700 У нас лолик Квапе Кстати Мультиспауны Мультиспауны на эншентах Вещь полезная Но тут не доработал У нас лолик Не в ту сторону Вводил крипов Это все ради руны 4-0 Найпи выигрывают И выигрывают С ощутимым В принципе перевесом ПТ уже летит Терри Где боттл Боттл в курьере Лолик Без шадоу страйка В общем-то Может драться Рефракшн Второго левела Пси блейдс есть Мелд второго левела Понял что Мелдс здесь Поважнее будет Чем даже Рефракшн На шестом левеле Темплар Ассасин Только в один Вкачала Ой в два Точнее Вкачала Рефракшн Посмотрим Будет ли это Стандартная Какая-то Сборка На Ланаю Я имею ввиду Даггер Фейсбутс Или же Это будет Что-то Что-то Другое Просто Через Манта Стайл Например Через Криты Через Дезолятор Но Дизоль Все равно Если команда Хорошо себя чувствует Дизоль Лишним Никогда не будет Собирать Темплар Ассасин Там с двух Трех ударов Любой герой На карте Будет рассыпаться Выигрывают Нипы И выигрывают По золоту 4 тысячи По экспириенсу Тоже 3 тысячи Юна Сумфан Формит По лесу 1300 у него И До Даггера Остается Еще 900 Аксу Эра уже имеет Соник Вейв Ну Понятное дело Восьмой левел Практически у Эры А ну-ка Переключает ли ПТ Да Эра у нас шарит Эра переключает ПТ Перед тем Как проезжать С Кримом в Пейн А то бегал С ПТ На ловкость Но это все Для отпевания Ботлом Это собственно Понятно Юна Сумфан На лохэп Лимп С Лагуна Блейдом Будет ли в ПГГ Разряжаться Нет Не разряжается Юна Сумфан На лохэп Юна Сумфан Может и погибнуть Здесь Надо травить его Еще один удар От травки Будет ли Нет Ухиливает У нас Акса Теперь на лохэп Травка Погоня пошла За лимпом Еще и трэп Под ногами Через мэлт Очень серьезно Пробивает лимпа Но выживет Выживет Под хил есть Под сейф имеется Лагуна Блейд ПГГ ПГГ погибает А вот лолик Может заработать фраг Трэп под ноги лимпу Ну и все Не решается лолик У нас драться Юна Сумфан Готов кстати С Рибу подраться В соло Как же не повезло ему С Криппами Ну и все Еще и лолика Здесь разваливают Правда Акса Потеряли Три в один Как я понимаю Размен Доминейтинг Для лимпа Четыре в один Да там Туск уже отрегенился 1200 Для ниндзи В пижамах По золоту И по экспириенсу 1100 Тоже для них Та бедняга Вообще не ожидала Что такой Холодный прием Ей окажут на топ лейне Два восемь 5000 Нипы По голде По экспириенсу 4000 У хэнтскина есть Сол ринг ПТ Точнее Бутс оф спид Больше пока ничего Травка Через баттлхангер Пытался у нас Спамить травку Но это В вопросе вайпера Абсолютная бесполезность ПГГ Неплохой лед У нас дает В деревьях Зажимают Юна Сумфана Ну тут кого еще Зажимают Каллингблейд По голове У нас ПГГ Ну и травка Скорее всего Та же участь Нет Каллингблейд В никуда У нас Юна Сумфана Юна Сумфана Разваливается Хэнтскин Забирает также Вайпера Ну и Вингу Забирают Одного акса Опять разменяли В троих героев В 3.11 10 минут Десять минут Прошло Преимущество Непов Тут Тысяч До шести Должно вырасти И по экспириенсу Где-то пятерка Ждем обновления графиков Думаю Примерно так Дела у нас и обстоят Эра в это время Формит на Мидлейне Лимб в это время Формит на нижнем лайне Где ВР Виндрейнджер бегает Просто по карте У нее Бутс оф спид Ринг оф протекшн 850 на руках Клифф тут просто Несчастный Топ 7 На карте Это очень плохое Место для Игрока Который Во-первых Рэндж живой Во-вторых Формил в легкой И толком-то ему Никто не мешал Ну тут Лина Всех перефармила 4.900 у нас У лимба Уже потихонечку Потихонечку Минимальные Шмотки остались Да осталось только Рецепт купить на Юл На Сейдж Маск Уже готово Все Но лимба поймали В одиночку Тут конечно не справиться Венжи Фулл Спирит Забирает Доминейтинг Стрик И хотя бы ПТ себе Рибу сможет приобрести 4.11 По золоту 1000 Отыграли Элизиум В данном файте По экспириенсу 1100 С 6 Где-то до пятерки Графики спустились По экспириенсу Даже До 4000 В пользу Команды НИП В мид Выходит Элизиум Втроем Под смоком Здесь Туск Под смоком Здесь Венга Врываться В эру можно Полетели у нас В эру Эра скорее всего Еще и Стан От Венги Поймает Ну не разберут У нас эру Есть возможность Блинкаут сделать Соник Вейв Будет лизать Под ноги У нас Соник Вейв Венге Венга Рассыпается Хотя Все еще Живет Риба Уходит Отсюда Забрали Только Темплар Оссасин Ну и Отдается у нас Нейтралом Венш Вул Спирит Прекрасно Понимала Что не уйдет Отсюда Подруга 4.13 У Йонаса Фана 2.100 После этой пачки Крипов Еще где-то 2.200 Будет Да До 2.250 У Акса Готовый Даггер На 12 Минуте Показатель Неплохой Но опять же Стоя С Дазлом Вносительно Комфортная Ситуация 2.6 Ассистов Всего У Акса Достаточно Чтобы нормально Себя чувствовать У лимпа Уже должен Появляться Йоул Пока что Не летит А может И летит Нет Не летит Ничего себе Лимп Еще не приобрел 950 По золоту На руках У лимпа У Хэн Скина Готовый Мэджик Лонд Есть И Готовый Готовый Транквилы У Грумак 2 кила Сделал 6 ассистов Не умирал Ни разу В общем-то Почему бы И не позволить Себе нормальные Артефакты Винга Восвапывает У нас Лимпа Пыталась Заивидить Просто стан Ну и Риба Отсюда Уходит Под ультой Дазла Не по шансам Было бы Винге Драться Да и всем Не по шансам Правда Ульта Дазла Только Вингу Коснулась Ну и плюс Деф У нас Для Лины Уже Лететь Должен Йоул Да Йоул Собранный Летит У нас Для Лимпа Даггер Для Йонаса Фана И Геосептер Для Эры А почему Эра Я так понимаю Не хочет Чтобы Вайпер Наваливала Ну и Конечно же Не хочет Чтобы Темплар Ассасин Наваливала Эри Ну и Ульта Виндрейнджер Тоже В принципе Бьет Физдэмэджем Понятное Дело Тут много Чего Геосептер Будет Заивейдено Но С другой Стороны Покупать Геосептер Первым Серьезным Артефактом Серьезный Звоночек Для НИП Хотя Может Квапа Просто У нас Будет Давать Фул Расскаст И Спокойно Из файта Уходить С руки Пока Квапа Бить Не собирается Сайленс Тоже Тоже Никому Никому Дать Не Может Ну Значит Не Такое Предназначение У нее Тут Акс Должен Вокруг Себя Всех Собирать А там Уже Фуловый Расскаст Ульта От Квапы Линас Драгонслейвом И Станом Под ноги Ну и Огрмак Там Кого Надо Добить Добьет Под Игнайтом Элизиум Еле-еле Будет Передвигаться Йонасом Фан Опять Отвалился Ну Странно У нас Прошлый Матч Который Команда Элизиум Провела Наверное На Фу Показателях Через Полторы Минуты По Таймингу Уже Должен Был Закончиться 15 минут Всего Сыграли Команды И Найп Нажали Написали Good Game Well Played Теперь Конечно Ситуация Совершенно Иная Я думаю Каточка У нас Может На часик Затянуться Минимум С такими Героями Как Темплар Ассасин Как Вайпер Тут Наверное Будут В лейту Выходить Хотя Там Лейта А лейты У команды Найп Тоже Мид Гейм Какой-то Жесточайший Лейты Не имеется Но Элизим Скорее всего Будут Сушить Катку До Какого-то Позднего Позднего Показателя Ну Хоть бы Инфу Дали Что Там Съем Сум Фана В первой Игре Мы так Ждали Ждали Потом Оказалось Что Вообще Без Него Будут Играть Нет Не Не Общаются Я Не знаю Может Они по Телефону Там Созваниваются В чате Никто Ни Слово Пока Не Сказал Как Это Конспирейт Гейминг У нас Со стороны Команды Найпи Ладно Давайте По вещам Пробежимся У квапы Уже Имеется Пауэр Трэдс Еще Тысяча Сверху Для Эры Дазл С одним Тапком Лина С Юлом В курире Имеется Пока Не прилетел Для Йонаса Фана Готов Даггер После Транквил У Огр Мага Готов Мэджик Вонт И есть Транквил Боцы Веншфул Спирит Урна Боц 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 Пока Что Ничего И по Золоту Там Полнейшие Копейки Вайпер Мэджик Вонт Пауэр Трэдс И Ринк Оф Аквила У Темплар Ассасин Есть Пауэр Трэдс Боттл И Брасер Не будет У нас Темплар Ассасин С фазами И Даггером Что-то Мне Подсказывает У ВР Мэджик Стик Пауэр Трэдс И Ринк Оф Базилус ВР Просто Терпит И терпит Постоянно Клиффом Мучают Здесь Причем Мучает Соло Лимб Никто Больше И не Подходит Сейчас Хэнскин Пришел Помучать Ну и Туск На котором Играет У нас Не кто-то Там А Владимир Плиз Гоу Гейм Бус Оф Спид Брасер И Апсервы Туск 0-2-3 Идет Туск Слишком Тускл Как по Такому Матчу Ну дайте Жинфу Что с Йонасом Фаном Может Парню Вообще Плохо Стало Мы Об Этим И Не Знаем Хотя От Такой Игры Конечно Элизиум Пол Фул Составом Плохо Должно Стать 4-13 Они Проигрывают По Золоту 5000 По Экспириенсу Тоже Где-то Пятерка В Их Польза Вот За Диагноз Да Никаких Диагнозов Какие Диагнозы Преждевременное Выдергивание Кабеля Из Компьютера Какие Еще Могут Быть Диагнозы Кабель getting the D, что означает D. D это disconnect, как я понимаю. Ну, немного времени попросила еще команда NIP, и Рэн написал, что смогут с проблемой справиться. А кого там, кстати, Na'Vi затащили, расскажите в чате, как там вообще события развивались, если кто-то где-то что-то параллельно у нас смотрел. Я смотрю русскоязычные команды, кроме слова DDoS вообще ничего не знает. Любой вообще, любые проблемы какие-то со связью, любые проблемы с провайдером у них определяются DDoS. Но это касается не только команд, это больше даже касается комьюнити. Комьюнити у нас процентов на 65 полоумные. Это я уже как-то успел в этом убедиться. Ребята очень сильно подвержены панике и какому-то массовому чувству. Дедосом вряд ли здесь пахнет, потому что отваливался Юна Сумфан у нас в начале по вине провайдера на первой игре. То же самое может быть и сейчас. Наверное, опять на телефоне сидит и что-то выдумывает там с провайдером. Первую игру играли без него и кстати выиграли первую игру. Но там задел был, да примерно такой же был задел по фрагам. Там было 2, где-то 2.12, 2.11. Здесь 4.13. У NIP все великолепно. На 13 минуте 5000. По тому, по тому и по этому. Якорьки. Ясно, ясно, ясно. Что там у Na'Vi вообще вырисовывается игра? У меня просто в моих турнирах Na'Vi нет. А там где-то по чуть-чуть их, разве что в ESL1 немного вижу. А на саммите и на StarLadder Na'Vi не наблюдаю. Расскажите, что вообще у Na'Vi? Игра сформировалась ли? Как там Фобос и как там Санейка вошел. Потому что ПР и без Санейка еще печальнее, чем ПР и Санейка. Конечно, общение с чатом через микрофон, это как, я не знаю, как связь в середине 90-х, через, я не знаю, через весь континент. Ты говоришь, потом 20 секунд ждешь, пока тебе будут отвечать на какой-то вопрос. Но это та же история примерно здесь. Я что-то говорю и мне отвечают через полчаса. Я уже задаю следующие вопросы, а там ребята только отвечают на первые. Ну ладно, в принципе и так, спасибо. На StarLadder и Na'Vi остались на следующий сезон, но в этом их уже нет. Понятно, неудивительно, и вроде бы как бы и не было. Но Гоблак ушел, я думаю, череда неудач должна постепенно закончиться. Тут как бы вообще не глорили там за Гоблака, у меня всегда было очень много вопросов касательно его присутствия в Доте. Вообще не только в команде Na'Vi, вообще в Доте. До сих пор не могу понять, где победа Гоблака и за что ему такие сумасшедшие респекты даются. Ничего против него не имею. Лично, конечно, вообще с ним не знакомый и, наверное, не буду никогда знакомым. Но само ощущение, конечно, того, что Гоблака как-то неоправданно любили все, не покидало меня никогда. Что там пишут? Да, еще немного времени нам надо. Ясно, сейчас, хорошо, секунду. Вот какой у нас Йонас Умфан. Вот так вот он отвалился. Вот так вот кибертеррористы с ним поступили. Ладно, давайте я на чат переключусь. Если что, там какие-то вопросы есть, задавайте. Буду отвечать на них. Ну, блин, Гоблак и Шейкер. Я, кстати, даже на этот мем особенно внимания не обращал. Я так и не понял, что там случилось. Ну, как-то много слишком шумихи было конкретно вокруг Шейкера. Там не в Шейкере проблемы. Там Ти-4 слит с какими-то парализованными абсолютно пиками. Команда по составу была тогда гораздо серьезнее, чем сейчас. Она из себя представляет. Что она из себя представляет. После этого Гоблак идет у нас на капитанское место в Na'Vi. И вопросы растут, растут, растут. И ответы Na'Vi своей игрой на них вообще не давали. Даже немножко странно. Мазила. А, я понял. Я даже не смотрел, в принципе, реплей. Я понял примерно схему Гоблака и... Ну, понятно. Дота-юмор. Топ-юмор ever. Смотрите на Юна Сумфана. Встретите его где-то на улице. Скажите, пусть бежит и переподключается к игре. Потому что как-то несерьезно. ВППРО Украина. По поводу Empire не знаю. По поводу Virtus.pro вполне может быть. Потому что... А где написано? Если на официальном сайте инфа, тогда да, можно доверять. А так, в принципе, сайты в разнобой у нас бросают инфу. Ну, по Hellraiser у нас очень много здесь было... Ну, простите за выражение срача. Потому что у Hellraiser все руководство Украины. Украинцы. Ну, и... А состав больше, конечно, подавляющее большинство игроков россияне. И непонятно. На одном сайте они украинцы, на другом они россияне. Ну, через официальный сайт, если смотреть, да. Hellraiser у нас все-таки российская команда. Что там с ВППРО? Что за ВППРО? А, Virtus.pro. Ну, да. Все правильно. ВППРО. У меня аж язык сломался. Если на официальном сайте указан, нет. Это если любая сетка какая-то или любой сайт, любая какая-то таблица, это ничего не значит. Заходите на официальный сайт команды, смотрите, как себя позиционирует команда на своем официальном сайте. Только это является вменяемой официальной инфой. Все остальное, это догадки конкретно владельцев сайта или админов, модераторов, которые на испытательном сроке у нас работают. Чтобы у вас не было сомнений на дотку, в принципе... А, на дотку я не переподключаюсь. Тут у нас... Опять стенд-ин. Та же история. Йонасом Фан отваливается и опять стенд-ин для команды... Для команды NIP. Та же история, что и в первом матче. Йонасом Фан у нас отвалился в первой игре. Вместо него зашел Дэнск, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, я так понимаю, ситуация повторится и сейчас. Что это за инфа? О чем ты? Освети турнир. Скажи, что за инфа. Что за Empire Cloud9. Или у тебя есть инфа касательно вообще каких-то 322 вещей. Ну, империя сегодня должна катать против клоудов. Против клоудов. Ну, на Джоин Доте висит, в принципе, данный матч. Никто его пока никуда не отправлял, не переносил. Поэтому по статистике Джоин Доты это через 1 час 18 минут будет начинаться матч. Поле какой-то конкретной информации дать не могу. Вроде не перенесен. Вроде бы все в порядке. Так, ну что у нас, по-моему, игра возобновляется. И кто же там стенд-ин. Сейчас скажу. Стенд-ином у нас выступает Пабло. Вот так вот. Прошлую игру Пабло не очень удачно провел на Бристалбеке. Ну, это и, в принципе, неудивительно. Там вся команда горела. И, естественно, не от Пабло это зависело. Все, возобновляют у нас игру. Команды, наконец-то, можно и нам поговорить по существу. Так, у Пабло уже должен быть Даггер в Курьере. Геосептер, насколько я помню, для Эры. Первым артефактом немножко озадачил меня. Эра покупкой данного арта. Лимб на линии. Юл тоже уже у нас летит для Лины. Таура со стороны команды Элизиум все стоят. У NIP точно та же ситуация. Ну, вот и опять переподключились и товара без Хелсбара над самим строением. Вроде бы все товара фулловы. Странно, даже 13 минут к товарам не прикасались абсолютно. Кстати, у нас следующий матч. Вот, затянули NIP Элизиум. Следующим матчем будет Дота Пит. Там играет ЕГ против Асус Полар. Посмотрим, насколько прочны у нас Асус Полар. А то вроде как они Империю наказали. По зубам ли им будут ЕГ. Если ЕГ накажут, это вообще будет великолепно. Элизиум выходит на мидлейн. Т1 по миду начинает гореть. Ну, 13-4. Тут Пабло все кто угодно могут драться. Пабло агрит на себя по ГГ. По ГГ разваливается. Калин Глейд по голове. Травку гонят тоже. Лагуна Блейд. Калин Глейд не юзает у нас, кстати, Пабло. Ну, Пабло какой-то кривоватый, конечно, на Аксе. Чуть-чуть немножечко фейл на фейле. Загрил в итоге травку. Травку разберут. Лина забирает двоих в этом файте. Ну и минус 4 уже. Для команды NIP. Элизиум практически в полном составе. Отправляется в таверну. Ну, чтоб не скучно было. Ну и забрали только Угрмага. 5-17. По итогам файта 1600 заработали НИПы. По экспириенсу тоже 1600, даже 1700 в пользу Ниндзи в пижамах. Пабло агрит на себя всех. Откуда вообще этот парень? Где вы его взяли? Бежит по кустам. Ну и агрит на себя теперь Вингу. Винга не может дать стан. Высвапывает у нас Пабло. Ну и может забрать. Ну, здесь даггер через секунду. Все, уходит Акс. И ТП аут отсюда. Да, Риба немножко не докричался у нас до Акса. 5-18. Кого там убили? По-моему, Тузка еще раз отправили в таверну. ПГГ что-то горит у нас. Кстати, на Тузке прошлая игра более-менее была на данном персонаже. Первая была абсолютно провальная на Ancient Operation. Вот. А в этой игре... Тоже ничего серьезного пока из себя ПГГ не представляет. Да, как, наверное, не представлял ранее. 0-4-3. Счет у капитана команды Elysium. Виндрэнджер 0-3-2. Темплар Ассасин 1-3-2. Кто там вообще всех убивал? 2-3. 2 у Вайпера. Ну и Венжфул Спирит 2-5-2. Положительных КДА ни у кого. Правильно я понимаю? Да, вся команда Elysium имеет отрицательный КДА. Kill Death Assist. А у команды NIP в принципе только равный КДА у Акса. 2-2-10. 10 ассистов это... Это всегда хорошо. Это даже, наверное, лучше, чем дополнительные какие-нибудь 2 фрага. Потому что по фарму Акс тут нормально и так вывозит. И по экспириенсу тоже получает очень и очень много. И мультиспауны уже у нас для Акса. Смог провязали. Нипы будут выходить в бок команды Elysium. Очень неприятная ситуация у нас для Elysium. Обходят их с двух сторон. Огрмак уже появился. Станет у нас травку. Акс агрит на себя ПГГ. ПГГ, я думаю, здесь развалится. Вайперстрайк у нас в Акса. Ну и... Нет, не в Акса. Вайперстрайк у нас в Огрмак. Огрмак живет. Лолик старается у нас навалить Хэнскину. Ну и поставили в арт. Лолик приехал. Все, минус 4. Со стороны команды NIP все фуловые. Никому никуда уходить не надо. Единственное, что Огрмак. Но это, опять же, по собственному желанию. Огр отправляется на мид. Отпушить. А команда Elysium пошла валить команду NIP. Ой, точнее, команда NIP пошла валить команду Elysium уже между Т2 и Т1. Первый тавр по топу. Горит у Elysium. И должны вроде бы забирать. Ульта пошла от силки. Да, зачем? Просто отходить или драться? Не знаю, что у тебя написано, что НИПы два раза выиграли. Нет, НИПы два раза не выиграли. Один раз выиграли за 19 минут. Второй раз за 15 минут НИПы слились. Команде Elysium. Счет на данный момент 1-1. Ну, это, в принципе, и вверху видно. Левым сайтом лучше не верить. Пабло немного совсем остается до Вангварда. Как немного? Готовый Вангвард уже. Вообще ничего не остается. Илл летит у нас для... Нет, для Лимпа. До сих пор не прилетел Юл? Или что это? Еще один... Не понял. Еще один рецепт на Юл. Лимпа лежит в Курьере. Ну, и как это назвать? Что это? Это баг какой-то? Или действительно у нас мисклик сделала Лина? Не заметила. Так много денег, что можно рецептов по два. Ну, а вдруг первый сломается. Лолика поймали. Пабло агрит его на себя. Ну, и Лолика развалят здесь. Нет смысла уходить в Мелт. Хотя что? Живет у нас Лолик. Прячет его в сноубол. Силкид под Грейвом. Рибо очень сильно горит. Шейкл проскошный просто от Клифа. В принципе, команда НИП в полном составе жива. Лолика агрят на себя. Лолика убивают. Трипл килл для Лины. 25 на 5. Еще и разваливают. Также у нас Виндрэнджер 26 на 5. Я боюсь открывать графики. Хотя что мне бояться? Я же не ПГГ, в принципе. Мне фиолетово абсолютно. 12 с половиной тысяч НИПы. По Экспириенсу 12 тысяч тоже НИПы. Выходят на Рошана. И скорее всего сейчас будут трещать стороны. Ну, примерно повторяется ситуация прошлого... Не прошлого, а первого матча. Выигрывают невероятное количество по фрагам НИПы. По Экспириенсу, по золоту. Та же история. И выходит, что... Ну, и получается так, что минут 20. Исход игры уже решен. Тут, собственно, вопрос времени, когда НИПы начнут идти на хайграунд. Мека появляется у нас у Вайпера на 21-й минуте. И появляется Шадоу Блейд для Лины. Лина вообще тут пошла в чудеса какие-то. Есть Еул, есть Шадоу Блейд. Я так понимаю, раскаст. Фуловый Драгон Слейв. Два удара поднял в Еул и еще один раскаст под ноги. Вот так мне все это видится. Ну, еще Даггер надо сюда. Рибо здесь агрит на себя. Вот и первый реализованный, кстати, выход у нас в Шадоу Блейде от Лины. Здесь ПГГ решил в какие-то игры поиграть со своими соперниками. Покатился в лимпа, ну и даже не прилетает через данную дырку в локации Дота 2. Разваливается. 28 на 5. Почему команда Элизиум не пишет Good Game? Понятия не имею. 15 тысяч по золоту, по экспириенсу 14 тысяч. Это, в принципе, отыгрываемо. Но кто это будет отыгрывать, непонятно. В ЭРке готовится выход в Агоним, но еще 2,5. У Туска, на котором играет ПГГ, Брасер Бутс оф Спид. Больше ничего. У Темплера Сассина. 22-й минуте появляется Даггер и Барабаны. Ну и Пауэр Трэдс с Батлом. Я бы не считал его, но пускай. Ну, счет 1-5-2. 87 крипов. Темплер Ассасин просто несчастная вообще. Хотя на третьем месте у нас Лилка движется. Ээээ, Лолик точнее, идет. Убили ВРку. Убили на нижнем лайне, сделал это Лимб. Рассказ, конечно, на фуллману, но... Какая, в принципе, разница? Фраг есть фраг. Теперь Лимб просто улетит отсюда. И... нет, не улетит. Пешком убежит у нас Лимб отсюда. Продавай Нул Талисман. Покупай ТП и беги. У тебя Боттл есть. Руна Баунти уже здесь лежит. Ну и на топе руну... Руну Регена подбирает Квопа. Как будто ей нужнее всех было. А нет, руну Регена пройдет с зала и забрала ДД у нас Квопа. На Квопе отыгрывает Эра. У Эры есть Аганим. У Эры 2-400 сверху. Валтимей Тор приобретает Квопа. Квопа. Ну, команде НЭП надо просто идти и заканчивать. Тут нечего думать. Элизиум невероятно сильно проседает по шмоткам. Кстати, по вещам давайте посмотрим. Огар Мага уже есть. Аганим. Хэнскин и третью игру ведет себя великолепно. Первую фактически в соло выиграл. Против команды Элизиум. Элизиум. Эра пошел гнать у нас ВР-ку. Эра отсюда уходит. Ну, на Эру сильно так не въедешь. В сноуболе Эра всегда успеет сделать блинкаут. И там попросту не догнать Эру. И продамажить его толком нельзя, потому что геосептер имеется. А на ком у нас Аегис? Кстати, на Эре, как я понимаю. Эра врывается у нас в толпу. Пабло туда же. Дабл килл для Пабло. И в общей сложности три фрага в этом файте на Эпи заработали. Куда улетает Квин оф Пейн? А вот сюда вы улетает у нас Квин оф Пейн. Лолик старается сделать ТП-аут. И, в принципе, у него это получается. Кримзон Гвард для Акса. Чем пробивать? Непонятно. Дэмэджа у Темплара Ассасин никакого вообще. Разве что Мелд. Ну и через Рефракшн там где-то с руки бить. Но 24-ая минута. Кримзон Гвард есть. Ребята из Энэйпи толстоваты уже. У Акса полторы тысячи хп. У Квапы 1600. Даже 1800 вместе с Альтимейт Орбом. У Дазла 1000. У Лины 1000. Ну Лина близко даже не подойдет у нас к Темплар Ассасин. Ну и Огрмак 1800. Три 700. Даже три 800 с копейками на руках Лины. Первое место по фарму. 12 900. Курьер Рэдиант еще и гибнет у нас. Ну полнейшая невезуха для команды Элизиум. Ну в принципе играли бы хорошо. Никакой невезухи попросту бы и не было. Врыв у нас пошел на Лолика. Рефракшн не будет еще и рефракшна. 7 секунд. Лолик скорее всего здесь догорит. Эра просто разорался у нас. На Темплар Ассасин 5.33. У Эры 12 800. Нетворс у Лины. То же самое 12 800. Ну и Пабло 9 400. Лимпа поймали. И возможно первый удачный фраг для команды Элизиум. А вот он какой удачный фраг. Это Эгис. Огрмага кстати теряют. Ну наконец-то. Элизиум хоть кем-то ответили. Хотя Элину забрали. Ну это просто потерянная Эгис. Эра пытался травку еще перед улетом развалить. Ну и 90 голды для Лимпа за тусковый Сигил. Пагагэ это царь. Вот это здорово. Чат только открыл у нас. Наверное да. ПГГ царь. В королевстве. Которое состоит только из ПГГ. У Квин оф Пейн появляется Сайт оф Вайс. Все это. Гео Септер тут в принципе жизнь-то подприспасал Квапе. Всего лишь одна смерть. Шесть убийств. Тринадцать ассистов. Эра у нас участвовал во всем. В чем только можно поучаствовать. У Квапы, Аганим, Сайт оф Вайс, Боттл, Пауэр Трэдс. На втором месте. На первом месте Лимп. У него, кстати, что-то должно лететь, как я понимаю. Да, Лимпу? Нет, Лимпу по-прежнему не летит. Рецепт на Юл. Я не знаю, это баг после перезапуска или это какая-то шутка. Рецепт на Юл лежит. Лимп пока его себе не приносит. Не продает, что еще более интересно. Наверное, я думаю, все-таки баг. Хен Скин пошел у нас Эншентов забирать. Вот это серьезный характер. У Огрмага вообще ничего нет для того, чтобы забирать Эншентов, но Огрмагу на это плевать. Сейчас вообще пойдет у нас в Молнии, в Мом какой-нибудь Баттл Фьюри и пошли месить. Я, кстати, помню, в первой доте Огрмага частенько собирали в конкретно серьезный дэмэдж. Он был очень похож на Алхимика. Того еще Алхимика первой доты. И Доминатор на него, и Баттл Фьюри, и Кераса, и Огрмаг шел и бил. И вообще плевал на всех и на вся. Дубиной там разваливал тысячи человек за минуты. Ну, конечно же, это не самое рациональное использование Огрмага. Все-таки вроде как он под саппорта больше годится. Но, с другой стороны, он и как танк себя ведет великолепно. Собираешь в деф его, собираешь какие-то серьезные артефакты, которые могут позволить бить рукой. И что ты, Огрмагу, сделаешь? Это без артефактов на дэмэдж у нас сейчас у Огра 170 с руки. Прирост, в общем-то, неплохой. По атаке по 2.40 интеллекта за левел. Где-то там по чуть-чуть, конечно, и накапает дэмэдж. Ну, ладно, это такое-то просто потому, что игра у нас потеряла. У Лины 3.20 прирост по интеллекту. Кстати, 2.50 у Квапы. Вот у Квапы такой же прирост по интеллекту за левел, как у Огрмага. У Дазла... У Дазла 3.40. Хотят нам испортить трансляцию, как я понимаю. Искусственное ГГ сделаем здесь. И перейдем на Полар. Секундочку. Я уже подумываю об этом, потому что матчик-то там серьезный. Нет, у нас еще не начался матч. Между ЕГ и Виртус Про Полар. Там еще, я думаю, долговато будет. Травка у нас здесь разваливается. Аганим. Ульта, кстати, от Лины с Аганимом. В травку. Травка отъехал. Ну, холли щет уже для лимпа. 35 на 6. Чего мы ждем? Найпи. 30 минут всего лишь сыграно. По золоту 25 тысяч. По экспириенсу 25 тысяч. Это новый состав Владимира ПГГ. Того самого царя, которому писали в чате. Это вот такой серьезный дотер. Кстати, что там у этого серьезного дотера? У него на 31 минуте Брасер есть. Ну и два свитка портала. Где-то набомжевал чужой свиток портала. Есть Брасер и есть Бутс оф Спид. На паузу нажимает команда Элизиум. Сейчас все должно поменяться. Сейчас воспрянут духом. И разорвут нипов вообще к чертовой бабушке. 25 тысяч. Еще раз говорю, не пыд. Даже 26 по золоту. По экспириенсу 27-28. Продолжение следует. Да, сумел в ЕГЭ. Но не разводите панику касательно ЕГЭ и Поларов. Они еще не начали игру. Пока еще не лобби. Несознанно вообще ничего там не происходит. Так что я думаю успеем досмотреть. Все, отжимает у нас паузу. Вот он наш царь. 1700, кстати, на руках у ПГГ. Но тут даже непонятно на что тратить. Какие-то дизоли. Ну там классическая сборка. Да, у нас в Тузко. Дизолятор. Возможно. Владмир. Фейсбутс. Возможно. Медальон. Ну, а что здесь уже в принципе делать? Что Владмир собирать? Или тот же дизоль? Дизоль в жизни у нас. Не насобирает ПГГ просто по данной игре. Он будет сливаться теперь нон-стоп. 0.84 сейчас. И это только начало. Если вдруг игра затянется хотя бы на 10 минут. Тут будет плюс 10 смертей для ПГГ. Акс Даггер. Кримзон Гвард. БКБ пока еще не юзанное. Транквил Бутс. Еще и 800 сверху. У Огр Мага. После Аганима Войт Стоун. Сол Ринг. Транквил Бутсы. Еще и 1300. На руках у Дазла. Медальон есть. Есть. Аркан Бутсы. Больше пока ничего. У Квапы. Хекс. И в Керасу выходит у нас Эра. Вот такой вот. Супер саппорт. Квин оф Пейн. И у Лины как там дела? У Лины появляется Бутс оф Тревел. Еще и 2000 сверху. Ну в какие-то нелепые артефакты выходит у нас команда. НИП. Почему не собрать что-то в дэмэдж и запушить? Мекки до сих пор нету. 30 минута и не лишено смысла приобрести мекку. Никто ее не покупает. Думаю, что здесь Дазл со всеми справятся. Ультанул у нас Дазл по всей команде НИП. Ну и заходите на хайграунд. Ульта же есть. Ульта Дазла есть. Во что вы играете? НИП. НИП не хотят смотреть. Поларов и ЕГ. Поучиться играть в доту. Потихоньку на второй, на третий, точнее Т2 выходят уже на топе. Это последний внешний тауэр для команды Элизиум. Сейчас они его протратят и... Ну и дальше на хайграунд. Только-только на хайграунд. Так, под инвизом Лина. Здесь три человека из команды Элизиум. Будет ли врываться у нас Лина? Можно поднять Лолика. Поднимает Лолика. Будут высвапывать его. Как я понимаю, да. Сразу же Венга у нас высвапывает. Лолика. Ну и что? Молодец. Высвапнула. Сразу же отъехала в Таверту. Ну хотя бы спасли Майнкерри. У Темплар Ассасин. Митрил Хаммер есть. 2700 на руках. ТА могла бы приобрести себе Дезолятор. И можно попробовать отковыряться. БКБ тут вопросы не решит вообще. Вот 100% говорю. Тут Лина с руки размажит абсолютно голову Темплар Ассасин. Не станет даже смотреть на нее. Лолик ничего не покупает. Я так понимаю, готовится на байбэк. Ну какой байбэк? 6.36. Там если снесут Лолика, то снесут всю команду. Байбэк не понадобится. В соло у нас Темплар Ассасин ни против кого сражаться не будет. Это бессмысленно. Покупай артефакты. Ну есть деньги трать. Классическая схема. Веди себя как-то по ситуации адекватно. Нет, Лолик пока ничего не покупает. Может быть сейчас. А может быть никогда. Ничего у нас Темплар Ассасин не покупает. 3-100 на руках. В рапиру. Я не знаю, еще куда-нибудь можно выйти. Элизиум должны понимать, что не по шансам им драться против NIP. Как-то захолодить игру и дождаться глубокого лейта для Темплар Ассасин, для Вайпера. Нет, вряд ли НИПы это позволят сделать. Если позволят, то они вообще полнейшие лохи. Кераса готова практически для эры Кераса. Остается всего лишь 250 по золоту. М-м-м-м. 6-36 игра. Словится и даже непонятно почему. Появляется БКБ для Темплар Ассасин. Вот как решили справиться у нас с проблемой. Проблема в руках Лины. Она не в магии абсолютно. БКБ тут не решает, зачем БКБ у Лины есть Аганим. Рефракшн сбивается и все. Рефракшн сбивается просто через рассказ Квапы или через Агаракса. Очень просто сбивается рефракшн. И туда залетает ульт Лины. Который БКБ это вообще вертел в принципе. Фиолетово. Странный мув. Там, я не знаю, то ли ПГГ руководит данными решениями. То ли просто спонтанные покупки. Не знаю, от чего БКБ. Вообще не понимаю. Кайлинг Блейд бьет сквозь БКБ. Квапа бьет с руки. Потому что у Квапы куча дэмэджа с руки. Огромная скорость. Саутки раз есть. Вот. У Огр Мак тоже в принципе с руки будет ковырять. Тут уже всего достаточно. 122. Да и нормально может выживать. Ну. Не знаю. Просто не знаю. У Лины та же история. 200 с руки. Скорость атаки здесь 3 удара в секунду будет. После 3 стаков Файри Соло будет. Будет, да, 3 удара в секунду. Это 600 в секунду. Но если не убивать Темплар Ассасин никого, то выживать тоже не получится. Ладно, посмотрим. Возможно я ошибаюсь. Хотелось бы верить. Потому что Элизиум вообще не показывает Доту. Тут на самом деле немножко печальная ситуация. Ну и Нипы как-то немножко раздражать уже. Раздражать своей игрой начинают. Какая-то странная ситуация. Они 15 минут ничего не делают. При том, что там на 22 минуте забрали Рошана и могли пойти снести вообще до основания весь хайграунд. Еще и хайграунд в общую линию вывести. Просто стереть, чтобы здесь равнина была. Ну не пошли. Не пошли и терпят. Чего терпеть, правда, непонятно. Девардинг от Эры. Может быть там какая-то ставка на время. Или я не знаю. Ну ты Дота Пит уже начался. У нас тут, черти что, гейминг продолжается. Ладно, ворвемся на матч ЕГВП Полар по окончанию данного матча. Но я думаю, тут вопрос 2-3 минут. Только сообразит команда НИП, что она сильнее. Да, она прекрасно это понимает, как только еще раз вспомнит. Что она сильнее в 12 раз, чем коллектив Элизиум сразу же пойдет пушить. Эра по низу идет. На медлайне Пабло. Куда ты отходишь? Куда ты пошел? Он пошел фармить эншентов? Или Рошана? Или кого? Да, пошел на эншентов Пабло. Самое время. 40 минут сыграли. Перефарм в 40 миллионов тысяч по золоту и триллиард по экспириенсу. 40 тысяч экспы преимущество. 40 тысяч. Я такого просто не видел вообще. По золоту 35 тысяч НИП. 40 здесь, 37 даже тысяч НИП выигрывает. Чего они ждут и что они хотят сделать? Они хотят просто купить команду Элизиум и не убивать их, а просто смотреть на них. Ну, в итоге дождались, что силки-то забрали. Сейчас мы посмотрим Fight Recap и увидите, сколько там за одного силки-то заработали игроки команды Элизиум. На, именно. 2000. 2000 по золоту за одного Дазла. Это же вообще, когда такое было? Все НИП, стойте. Рано, рано. Еще очень рано. Будет 85 тысяч преимущества. Можно будет попробовать зайти только к тому моменту Элизиум. Хоть что-то себе да выформят. Пошли убивать Рошана. Бедные, несчастные. Просто гибнут тут без Аегиса. Вообще непонятно, как заходить. Ну, и с другой стороны, плюс 200 по золоту. Никакое заработок. Деньги лишними быть не могут. Тут Роха уже от стыда умер. 40 тысяч. Ой, 40 тысяч. 40 минут, точнее, сыграли. Да, где-то под 40 тысяч, я думаю, преимущество. Да так и есть вообще. 43 тысячи заработали Элизиум и 80 тысяч 200 заработали игроки команды. НИП. Чтобы на 41-й минуте превосходство было в 2 раза по фарму, я такого просто не видел. Вот это, ну, это, это вообще не, как-то несовместимые с моей головой вещи. 23 тысячи Нетворс Эры и 13 тысяч у... Вот что Лимб себе ждал. Вот что хотел. А нет, Лимб, я думал, там появляется... Это дезолятор появляется у нас у Квапы. Ну, немножко надамажили у нас Эру. Но у Эры есть Аегис. Иди и разменивай этот Аегис на сторону. Сносите вторую, сносите третью. Мы посмотрим нормальную уже доту. Эра под Кримзон Гвардом. На все абсолютно плевать. Вайпера подняли. Да, в принципе, снесли Тауэр, можно отойти. Надо отойти на собственный Фонтан, похилиться команде НИП, потому что, ну, кто знает, что будет вообще. Машинку в пятером. Все, отходить. Страшно. Очень страшно. Очень-очень страшно. По левелам. Как там дела? 22-й, 22-й, 19-й. Здесь 16-й, 11-й, 9-й. Стоят, смотрят друг на друга. Ульта пошла от Квапы. Наконец-то Лина немножко проседает по ХП. Туск уже здесь на ЛХП ПГГ. Врывается у нас Пабло. Пабло под Блэк Кинг Баром. Венш Фулл Спирит разваливает. Травка. Наваливает Эри. Эра... Эра от Клиффа сейчас просядет. Но, скорее всего. Нет, Клифф уходит на ЛХП. Пошел дальше Эра у нас за Клиффом. Трипл-килл от Квапы. Ну и, скорее всего, ультра-килл будет для Травки. Нет, Пабло забирает еще одного. Ну и что, под фонтан или что? Это для этого мы 40 минут смотрели, чтобы под фонтан начали ходить. Да, Лолик у нас под фонтаном гибнет. Напишите ГГ, ребята. Не мучайте меня, не мучайте себя, не мучайте тех, кто хочет нормальную доту ставить. Нет, не пишут ГГ. Есть шанс. Есть шанс. По золоту 46 тысяч преимущества НИП. По Экспириенсу 50 тысяч преимущества НИП. ГГ не может быть вообще. Good game, well played. Да, действительно, очень good game для Elysium. И well played еще больше. Ладно, все, заканчиваем данную трансляцию. Переходим на дотапит. Пока немножко графики. Сейчас я немножко передохну. Минимум глоток воды. И там 2-3 минуты ворвемся на ВП Полар и Evil Geniuses. Все, пока не переключайтесь. Сейчас услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok